Всем привет, с вами Хьюг, я продолжаю проходить обзионы пак 2, продолжаем проходить сюжет Снайпер. В прошлой серии мы нашли тайник Бродяги, повоевали с Монолитовцами, в тайнике Бродяги нашли этот артефакт Фобос, но и также посмотрели парад Монолита. Ну и теперь я пришел к Проперу 70-му отдавать ему компоненты второй части рецепта Звезды Пророка. Это у нас Фобос, Сердце Полтергейста, которое мы находим по сюжету Солянки и также еще вроде бы в тайниках Старого Жила, в труднодоступных тайниках, в одном из них. Ну и 7 золотых ломтей. Эти золотые ломти можно найти на ЧС-2. Не знаю, есть ли рецепт на эти золотые ломти, но у меня его нету. Возможно, усведомителя можно купить, но это я точно не знаю. Или, может, у кого-то еще можно получить. Но у меня было 5 золотых ломтей, лежало в тайнике в баре, и еще 2 я нашел на ЧС-2 с помощью вот этого вот ультратетектора артефактов. Так что все удалось собрать. Ну и теперь давайте отдадим это все Проперу 70-му. Вот, принес я, что ты просил. Отлично, давай сюда. Что дальше делать, пока не знаю. Иди на Скадовск, если что, пришлю смс. Поспрашивай там, может, кто знает, где-то нам третью часть рецепта искать. Удачи. Найти третью часть рецепта артефакта Звезда Пророка. Ну что ж, отправляемся на Скадовск. Пришел я на Скадовск. Ну и смотрю, что добрался сюда и Борода уже. Ну а также появился какой-то новый персонаж. Ну с ним мы пообщаемся чуть попозже. А сейчас давайте поговорим с Бородой. Ну и подсубботил ты мне работенку. Ты как туда вообще рюкзак закинуть умудрился? Сам не знаю. Уходил с пешкой, да и закинул куда подальше. Как говорится, подальше положишь, поближе возьмешь. Ну ладно. В общем и целом вышло неплохо. Монолит теперь полностью ручной. Даже славу мне вознес. Это хорошо. Поспокойнее теперь на Юпитере станет. Да, бывай. Ну а теперь пойдем пообщаемся с новым персонажем. Людмила. Здравствуй, Стрелок. Рада видеть. Ух ты, какая красота. Привет. Спасибо за комплимент, Стрелок. Ты меня знаешь? Легендарный ты личный Стрелок. Сложнее найти того, кто тебя не знает. Сталкер Бубулюка вон говорит, что с тобой уже плоти на кордоне на ферме здороваются. Ах он, проходи, имец. Опять смеется надо мной. Да, шучу я. Он рассказывал, что ты в зоне всем помогаешь и себя все уважают. Ясно. Что-то я раньше не встречал тебя в этих краях. Я не просто так пришла сюда. Что же могло привести столь прекрасное создание в зону, если не секрет? Я пришла на поиски своего пропавшего мужа. О, еще один пропавший. Он у меня ученый. Работал здесь по одному научному проекту. Несколько недель назад он прислал мне сообщение, в котором говорилось, что они спешно эвакуируются с какой-то крыши в районе ЧС-2. И после этого связь с ним прервалась. Я готова к чему угодно, но узнать правду я обязан, какой бы она ни была. Интересная ситуация. И что ты планируешь делать? Как думаешь искать? Хотел от тебя попросить. Ты же много ходишь по зоне, может проверишь район ЧС-2 при первой возможности. Я тебе за это свое место останникум отдам. Думаю, тебя заинтересует то, что там лежит. Да, интрига сильная штука. Умеешь ты заинтересовать соседника. Ладно, поищу твоего мужа. Найти информацию о мужа Людмилы на ЧС-2. Хм. Ну, очень похоже задание было с этой Марией и с Лавиком Снегирем. Тут тоже какой-то пропавший. Ну, отправляемся на ЧС-2. Воспользуемся телепортом монолитовцев. Ну, вот мы и на ЧС-2. Появляемся, как обычно, на крыше. Но нам как раз и нужно на крышу, потому что, как говорила Людмила, и как у нас сказано в задании, что мужа этого эвакуировали с крыши. То есть, нужно искать на крыше какой-то труп. Ну, вот я смотрю, там возле вертолета какой-то труп лежит. Но это, похоже, еще оставшийся труп по сюжету Солянки. Там какой-то труп военного, по-моему. Ну, а мы сейчас бежим вот сюда вот. Не знаю, будет тут видно на карте, меня не будет. Вот в это вот место. Ну, и здесь находим труп мужа Людмилы. Долговязый. Так же выглядит, как долговязый. Мы находили такого же ученого, как доцент, там в путепроводе недавно. А тут такой же, как и долговязый. Здесь у него ПДА. ПДА мужа Людмилы. Последнее отправленное сообщение. Людочка, дорогая, нас эвакуируют на Большую Землю. Скоро увидимся, целую. Так же на этом ПДА записана часть рецепта артефакта Звезда Пророка. О, это нам нужно. Инструкция по сборке биорадара. Это тоже очень важная вещь. Замечательно. Принести найденное доценту. Не понял, для что уже все собрал. А, это инструкции по сборке я собрал, и поэтому у меня высвучилось. Теперь принести найденную доценту. Но мне еще нужно четвертую схему найти где-то. Но это, я думаю, найдем попозже. Сейчас принести, рассказать обо всем Людмиле. Передать информацию проперу 70-му. Так, ну давайте сначала, наверное, отправимся к Людмиле, а потом уже будем с пропером 70-м разговаривать. Так что сейчас телепортируемся на Затон. Людмила, у меня плохие новости. Не томи, рассказывай уже. Нашел я твоего мужа, но он погиб, и думаю, с этим ничего уже не поделать. Воскресить его даже с помощью чудодейственных артефактов не получится. Слишком много времени прошло с момента смерти. Я была готова к такому исходу событий. Но теперь у меня хотя бы будет возможность похоронить его. Прости, что не смог помочь. Не извиняйся, в этом нет твоей вины. Я благодарен тебе за помощь в поисках, поэтому прими от меня скромный подарок в виде наводки на тайник. Он находится в детском саду в Восточной Припяти. Спасибо, а что там? Там всякие безделушки, но самое главное, там есть одна из четырех схем биорадара. Ух ты. Этой разработкой тоже занимался мой муж. Отлично, три я уже нашел, значит твоя последняя. А почему именно в детском саду? Я по дороге сюда проходила мимо этого детского сада, и на меня нахлынули воспоминания. Он в точности напоминает тот детсад, в котором я когда-то водила своего ребенка. В который. Пойду посмотрю, что там у нас. Хм, так замечательно. Мы в этой серии уже, может быть, завершим задание универсальной биорадар. Будет вообще тогда красота. Ну ладно, отправляемся в Восточную Припять. Пришел я в Восточную Припять к этому детскому саду. Но сейчас нам нужно будет залезть на крышу. Сначала мы тут сломаем дверь, поднимаемся наверх, бежим-бежим вперед, затем спускаемся по лестнице вниз и идем в комнату, где у нас стоит вот эта вот установка. Залазим на крышу здесь вот. Так. Залазим на крышу. И на крыше вот здесь вот находим тайничок. Ну и здесь у нас только одна записка. Ищи в холодильнике. Это нам нужно сейчас спускаться на первый этаж под вот эту вот установку, антенну. Спрыгиваем вниз. Так, возьмем сайгу. Сейчас Сломаем здесь эти досочки. Спрыгиваем вниз. Открываем дверцу. И здесь находим следующий тайник. Тоже с одной запиской только. Перед тем, как поднялись из путепровода Юпитера в город через заброшенный туннель, у выхода оставила схему в рюкзаке на всякий случай. То есть сейчас нам нужно отправляться к выходу из путепровода. Так, ну, чтобы выбраться из детского сада, можно здесь просто вылезти через окно. Ну вот, пришел я сейчас к этому выходу. Вот сюда вот. И нам нужно спускаться на самый низ. Ну или можем просто спрыгнуть. Ну и вот где-то здесь мы находим рюкзачок. Вот он. Здесь у нас РПГ, три заряда к нему и схема Биорадара. Замечательно. Опа. Ха-ха. Ничего себе. Появились какие тут у нас красавцы. Но сейчас нам нужно отсюда выбираться и, раз у нас уже есть все части для Биорадара, давайте пойдем в бар, отдадим это все доценту. Вообще, в принципе, можно прямо отсюда телепортироваться в бар. Я не знаю, где там кто появился. Да ладно, черт с ними. Телепортируемся в бар, потом, когда буду в Восточной Припяти, здесь зачищу этих снайперов. Ну что ж, вот я и в баре. Еще раз повторюсь, что для сборки Биорадара нужно иметь инструкции по сборке Биорадара, описание устройства, чертеж, четыре схемы Биорадара, а также два прототипа Биорадара и еще все части тел мутантов. Ну и теперь, когда мы это все собрали, можем отдавать доценту. Я тут собрал все необходимое для сборки универсального Биорадара. Кота Бегемот сказал, что ты без проблем можешь сделать парочку, для него и для меня. Конечно, я соберу, нет проблем. Только вот есть у меня к тебе одна просьба. Пока я буду делать себе и Кота Бегемоту Биорадары, не мог бы ты сходить в Красный Лес и в Восточную Припять. Дело в том, что когда я направлялся сюда, я потерял свои два рюкзака. Добирался я сюда на пароходе. Плыл в Восточную Припять по реке через Красный Лес. Первый рюкзак я потерял в Красном Лесу, когда проплывал под мостом в Лиманск. Пароход качнуло, и я выронил рюкзак на берег реки. А второй рюкзак я потерял, когда пароход заходил в порт Восточной Припяти. Тогда шел дождь и сильно штормило. Я поскользнулся на палубе, и рюкзак выпал за борт. Проплывали мы как раз мимо противоположного от борта берега залива. После того, как причалили, я хотел найти свои рюкзаки, но не смог добраться ни до берега реки в Красном Лесу, ни до противоположного берега залива Восточной Припяти. Какие-то невидимые стены не пустили меня. Стрелок, сходи и достань мои рюкзаки. Извини мне мою растерянность, но они мне очень нужны. В них остались мои блокноты, в которых важные для меня сведения касаемо научных опытов, а я как раз хотел заняться их продолжением. Может, ты найдешь способ добраться до них? Я слышал, что в Восточной Припяти на противоположный берег можно попасть прямо от причала. Думаю, тебе эта задача вполне по силам. Да, в Восточной Припяти есть много интересного, особенно если по крышам полазить, да за границей территории походить. А в Красном Лесу и подавно принесу я тебе твои блокноты. Поторопись с прибором. Хм, блокноты доцента, найти блокнот в Красном Лесу. Интересно. Ну ладно, отправляемся искать блокнот в Красном Лесу, за границей территории, как я понял. Несмотря на то, что у нас в ПДА написано в задании сначала найти блокнот в Красном Лесу, я решил пойти сразу в Восточную Припять, потому что это будет более разумно, так как в Восточной Припяти у нас кроме рюкзака с блокнотом доцента, у нас тут есть еще бонусный тайник с телепортом в Красный Лес. То есть мы сейчас заберем тайник с блокнотом, потом заберем телепорт и сразу же телепортируемся в Красный Лес. Вот в этом вот месте можно найти дырку в этой вот невидимой стене. И теперь мы бежим вот к этому вот дереву. Находим здесь рюкзачок и тут у нас блокнот доцента. Так, ну пока что возвращать блокноты доценту мы еще не идем, потому что нам еще нужно забрать блокнот в Красном Лесу. Но сначала бежим за телепортом. Он у нас лежит вот здесь. Вот залазим в воду. Ну и вот этот рюкзачок. Этот рюкзак у нас появляется вот после разговора с доцентом, когда мы получаем задание блокноты доцента. То есть раньше здесь этот тайник не заспавнится. Ну и здесь у нас телепорт в Красный Лес. Забираем, ну и теперь можем отсюда сразу же уже телепортироваться в Красный Лес. Ну вот мы и в Красном Лесу. Сейчас я нахожусь возле перехода в Лиманск, возле этого моста. Ну и бегу вот сюда вот. Ну и вот там вот виднеется рюкзачок. Спрыгиваем сейчас вниз. И вот с этой стороны можно преодолеть эту невидимую стенку, которая здесь тоже находится. Ну и теперь ползем, забираем этот рюкзачок. Здесь у нас тоже один блокнот. Ну и теперь можем возвращаться обратно в бар. Пока что в бар я еще не отправляюсь, потому что я чуть не пропустил еще один бонусный тайник. Он тоже спавнится после того, как нас доцент посылает за его блокнотами. И находится он вот здесь вот. Тут мы находим телепорт в Забытый Лес. Плата 25 тысяч. Забираем, ну и теперь можем отправляться к доценту в бар. Пришел я в бар и смотрю, рядом с Котом Бегемотом здесь появилась Ариадна. Глазам своим не верю. Ты что здесь делаешь, спасительница Тезея? Я думал, ты уже давно на большой земле. Да, я как раз туда собираюсь. Папа почти выздоровел. Колмык знает свое дело. Мы скоро уезжаем. Решила попрощаться. Пришла в бар, познакомилась с Котом Бегемотом. Он сказал, что ты должен подойти. Я же говорил, что мы еще встретимся. Кстати, ты не забыла про должок? Броник ведь у тебя. Помню. Кто-то мне еще поцелуй обещал. Стрелок, ты меня смущаешь. Ну раз обещала. Вот теперь мы в расчете. Хорошо, это ты пришла попрощаться. А хорошо, что ты пришла попрощаться. Я как раз тебя вспоминал. Я недавно познакомился с девушкой. Людмила зовут. Она мне тоже тебя напомнила. Ты адресок оставь. Я напишу. Обязательно оставлю. А почему ты назвал меня спасительницей какого-то Тезея? Ты разве не в курсе? В греческой мифологии твоим именем звали внучку бога солнца Гелиуса. И она спасла из лабиринта греческого героя и царя афинского Тезея. Интересно, нужно будет поподробнее про это узнать. Мифология всегда мне нравилась. Грустно расставаться, Стрелок. Мы еще увидимся. До скорой встречи, красотка. Хм. Ну а теперь можем отдавать блокноты Доценту. Доцент, привет. Держи свои ненаглядные блокноты. Пораскидывал их везде. Запарился искать. Вот спасибо. У меня как раз биорадар для тебя готов. Кота Бегемот уже пользуется. Отлично. Наконец-то я его заполучил. Теперь гораздо легче будет. Удачи, Доцент. Хм. Круто. Ну-ка. Теперь мы можем повесить универсальный биорадар. Доработан над Доцентом показывает абсолютно все биологические организмы, находящиеся поблизости от владельца. Образты биологической ткани носить на поясе теперь нет необходимости. Замечательно. Так, ну что ж. Ну а теперь... У нас только одно задание в ПДА. Не помню, когда такое было. Наверное, в самом начале игры только. Ну а теперь можем отправляться к Проперу 70-му, рассказывать ему, что мы узнали третью часть рецепта. Пришел я на Юпитер к Проперу 70-му. Но вот хочу показать, что у меня тут почему-то завис вертолет на Юпитере. И не так уже высоко. Не знаю, это так должно быть или не должно. Но, по крайней мере, у меня никаких ахтунгов о слете логики игры не приходило. Значит, по идее, все нормально. Хотя, вот, вроде, может, не показалось, но участились вылеты здесь на Юпитере. Я вот из-за этой серии уже два вылета. Вот здесь вот на Юпитере возле Пропера 70-го успел поймать. Не знаю. Ну вот на Агропроме, когда были там вертолеты в самом начале игры, когда мы там разбирались с военными при первом заходе на Агропром, там высоко в воздухе вертолет тоже кружит. И на Интере тоже. И вертолет, который зачищал вот эту вот территорию, этот завод возле перехода в Ик-16 от зомбаков по сюжету Теней Чернобыля, он тоже там где-то слышно его гудение, где-то он там за локацией висит. Но не знаю, надеюсь, что ничего страшного не будет из-за этого вертолета. Вот, нашел я третью часть рецепта. Отлично, давай посмотрим. Так, нам нужен энцелад. 5 живых сердец, 30 булыжников и 50 штук черной энергии. Я, кажется, знаю, где нам энцелад раздобыть. У Фенера Лешка была в Лиманске. Он ей ни разу не пользовался, использовал как тайник. Есть в Лиманске башня, рядом пожарная машина. На этой башне тайник. Я знаю, где-то башня, но как на нее залезть? Я знаю только то, что вход туда с внутреннего двора, полностью окруженного забором. Я в Лиманск, не скучайте. Найти компоненты третьей части рецепта Звезды Пророка. Хм. Но там мы в этом тайнике в Лиманске найдем, по идее, артефакт энцелад. А нужно еще 50 этих энергий черных. 30 булыжников у меня есть. В баре лежат. Живые сердца я сварю. Давайте, наверное, сначала соберем все необходимое, а потом уже отправимся в Лиманск. Еще я хочу зайти в Восточную Припять. Там взять один квест, который уже очень-очень давно висит. Когда я в Восточной Припяти искал тайник Людмилы, я вот зашел к Зимаку. И здесь у него висит очень-очень старый диалог. Тут вот насчет телека. Этот диалог появился еще вот после того, как мы принесли ему телевизор из старого КБО вроде бы. Или из КБО юбилейной, я не помню точно. Когда проходили еще сюжет поиски экзоскелета Черного Доктора. Но вот тогда я этот квест не брал, потому что Димак просит принести ему видик из Лиманск. Он говорит, что в небольших двухэтажных домах стоит поискать. Вот мы ему принесли телевизор, но тут плохая связь. Низко сигнал почти не проходит. На экране одни помехи, но он говорит, что ему тут один чувак недавно притащил кассеты, но вот нету видика. И просит нас сходить в Лиманск, рожиться видеомагнитофоном. Но мы соглашаемся. И сейчас отправляемся за видеомагнитофоном в Лиманск. И также будем забирать Лешку Феннерера. Ну вот я и в Лиманске. Ну и давайте начнем искать видеомагнитофон. Есть четыре места спавна, где он может заспавниться. Сейчас я нахожусь вот здесь вот. И здесь у нас находится первое место спавна на первом этаже. За вот этой вот кроватью. Нужно посмотреть вот тут. Дальше отсюда выбегаем. И сейчас нужно проверить вот этот вот ящик. Можно здесь посмотреть в щелочку. Там должна появиться надпись обыскать. Ну или если не появляется, можно просто подпрыгнуть и забрать. Но у меня здесь ничего нет. Третье возможное место спавна находится вот здесь вот, поближе к переходу в Красный Лес. Мы сейчас идем вот в это вот красное угловое здание. И Витик должен лежать на вот этих вот полочках. Ну и осталось последнее. Четвертое место. Это нам сейчас нужно будет идти в здание, где у нас сидят эти свободовцы. Вот сюда вот забегаем. Так. Вот сюда вот забегаем вовнутрь. И нам нужно подниматься на второй этаж. Вот сюда. Ну и здесь находим этот видеомагнитофон. Ну а теперь можем... Что, контролеры появились? Ага, две штуки. На веродаре они показываются таким голубоватым цветом. Где-то вот здесь, прямо передо мной. Ух ты! Ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё. Ё-моё. Так, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Еще с той стороны. Так, ну этого мы сейчас завалим. Давай же. Так, этого завалили. Ой-ой-ой, там еще два. Дальше. Может пока есть возможность поспим? Потому что потом возможности может и не быть. Так, поспали. Хорошо. Там свободовцы с теми разбираются. Мы тогда пока этих постреляем. Блин, ну вот как вы меня видите? Как они меня достают? О, это эти. Такие контролеры. Которые похожи на черных из метро. Так, здесь больше нету. Вот там вот где-то сейчас с левой стороны будет. Так. Где-то здесь. Где-то прямо по курсу. Не понимаю. Вот он. Ну что, все? Вроде бы все. Да, больше. На биорадаре ничего, никого не видно. Ладно. Ну тогда сейчас отправляемся искать Лешку Фенерера. Лешка Фенерера у нас находится на башне. Как нам говорил Пропер 70-й. Нужно заходить с внутреннего двора. То есть нужно выскакивать за локацию. Ну вот я это сделал. Перепрыгнул за локацию с этого вот крана. Уже это делал много-много раз. Ну а теперь мы бежим к этой башне. Вот впереди там сейчас будет виднеться эта башня. Где-то она. Вот она. Но она со всех сторон окружена забором. И вот этот забор можно перепрыгнуть как-то вот здесь вот. Можно как-то прыгнуть двойным прыжком. То есть нужно прыгать. И как только стрелок касается края забора, нажимать еще раз на пробелы. И нас должно затолкнуть наверх. Такое мы когда-то уже проворачивали. Но что-то как-то у меня это... О! Кое-как получилось. Хотел сказать, что-то не очень получается. Вот сразу получилось. Можно, если не получается, воспользоваться рок-н-джампом. Но у меня все получилось. Ну а теперь вот мы находимся возле этой башни. И вот здесь вот у нас есть телепорт. Который забрасывает нас как раз-таки в эту башню. Ну и прямо под ногами мы находим тайник с телепортом Фенерера. Ручной телепорт найден в тайнике Фенерера. С виду один в один, как телепорт монолитовцев, только чуть другого цвета. Но ничего не остается, как воспользоваться этим телепортом. И посмотрим, куда он нас телепортирует. Оказываемся мы в какой-то недоступной комнате в саркофаге. Выйти отсюда никак не получится. Значит нам здесь нужно найти телепорт. Телепорт у нас находится вот там вот наверху. Чтобы туда наверх попасть, нам тоже нужно сейчас сделать здесь двойной прыжок. Как-то вот отсюда с разбега нужно разбежаться. И запрыгнуть наверх. Но вот у меня это почему-то никак не получается. Вот только получается тут вот застрять. А наверх как-то еле-еле один раз получилось. Но это я не снял. О, вот кое-как запрыгнул. Ну и теперь идем вот сюда. Вот срабатывает телепорт и нас перебрасывает в другую недоступную комнату. Ну и под ногами мы находим рюкзачок с этим артефактом НСЛАД. Здоровье, радиация, выносливость, кровотечение. Забираем его. Ну и теперь можем отправляться. Наверное сразу отправляемся. Отдадим Димаку видик. И потом я еще сварю 5 живых сердец. Я уже взял ингредиенты. 30 булыжников и 50 черных энергий у меня уже есть. Телепортировался я в Восточную Припять. Ну и отдаем Димаку видик. Получаем информацию о схроне на затоне. И дает Маузер Ред 9 пистолет. Такой мы уже видели. Это у нас раритетный пистолет. Но ничего интересного в нем особо нет. Сейчас он мне не нужен. Когда-то он был нужен для Кузнецова совсем другим... С другим раритетным оружием. Ну ладно, но сейчас я пойду сварю 5 живых сердец и отправляюсь отдавать все это проперу 70-му. Сварил я 5 живых сердец. Ну и теперь у меня уже есть все ингредиенты для третьей части рецепта. 30 булыжников, 5 живых сердец, 50 черных энергий и артефакт Энцелад. Я вернулся. Добришка принес? Конечно, вот. Отличный тайник. И Лешка неплохая. Почему он ей не пользовался? Если все получится, сам у него спросишь. Пока от себя не было, я изучил внимательно все три части рецепта. Сейчас попробую сварить Звезду Пророка. Благо все компоненты ты забыл. Иди погуляй, минут через 10 придешь. Посмотри, что получилось. Да, не буду мешать. Ну что, погуляем? А может быть поспим? Я еще пока что не поспал, но посмотрел в ПДА, смотрю, у нас ни одного задания нету. Просто вообще... Крутяк. Ну ладно, спим 10 минут. Ну что, ничего не происходит? Нет, появился диалог. Как успехи? Все получилось, как мы и предполагали. Смотри, какая красота. Мы тут с обителю зла посовещались и решили, что воскресить Фенерер должен ты. Твоя большая заслуга, что нам удалось воссоздать столь уникальный артефакт. Да, и в его смерти тоже твоя заслуга. Ошибки надо исправлять. Проберс 70, ты же знаешь, как все вышло. Не надо про это, сам себе... Простить не могу. Звезда Пророка. Получили. Так, ну-ка, и что это? Ух ты, ни черта себе. Здоровье плюс 901 тысяча. С ума сойти. Выносливость, кровосечение, телепатия, радиация минус 911. 48 килограмм весит. Гиперабсолют. Результат работы группы ученых, занимающихся разработкой новых абсолютов и... Так, понятно. Ну и что, как его воскрешать? Просто выкинуть ему на грудь этот артефакт? Или... Засунуть вовнутрь? Я, если честно, не помню, как живым сердцем точно оживлять. По-моему, нужно выкинуть на грудь. А если же засунуть вовнутрь? Ха-ха, что-то произошло. Ой-ой-ой. Куда-то все подевались. И мы, походу, засыпаем. А нет, пропер 70-й стоит. Может, зацепила обитель зла и эту Анну? Ну, и что? Нет, пропустить это никак нельзя. Но хорошо, подождем. Темнота. Какие-то звуки. Ну что, сколько еще ждать? Нет, пропустить никак нельзя. О, очнулись. И вот он, Фенлер. Сияет. Так что, неужели зацепила обитель зла и Анну? Куда они подевались? А я сейчас двигаться... А нет, уже все, могу двигаться. С ума сойти. Давно не виделись, как самочувствие. А, Стрелок, это ты? Нормально, только вот голова что-то побаливает. Ах да, ты же в голову стрелял. Давай позднее поговорим. Немного в себя приду. Да, для полного восстановления мне нужен артефакт Камень Удачи. Найди мне его, Стрелок. Ладно, отдыхай. Найти артефакт Камень Удачи. Анна, спасибо вам, дядя Стрелок. Простите, что накричала на вас. Ага, так значит она жива. Ничего, малышка, я сам виноват. А куда она подевалась? Все получилось, отлично, Стрелок. Стрелок, выдвигайся на Скадовск. Мы там ждать тебя будем. Да, подарок у меня для тебя есть за проделанную работу. Поищи его в районе портовых кранов на Затоне. Скинул инфу на ПДА, чтобы ты не забыл. Не вопрос, я мигом. Угу. Так, нужно найти Камень Удачи. Но пока что мы не знаем, где его брать. Да, на Пропера 70-го. Подарок. Ну да, больше тут ничего конкретнее, кроме, как сказано, в районе портовых кранов, не написано. Так, ну ладно, тогда сейчас отправляюсь на Затон, заберу подарок и потом пойдем на Скадовск. Похоже, обитель зла и Анна ушли туда. А я подумал, что может их зацепило как-то. Ну ладно. Пришел я к портовым кранам. Ну и тайник с подарком у нас лежит на самом-самом верху. Чтобы до него добраться, я нашел два способа. Первый способ показывается в гиде по АОП-2. И также я находил видео у других людей, которые показывают, как забраться туда наверх вот этим способом. Этот способ подразумевает под собой использование второго крана. То есть сначала нужно залезть на вот эту вот площадочку, потом перепрыгнуть на второй кран, залезть по нему вот на вот эту площадку, отсюда перепрыгнуть обратно на этот кран и затем вот так-так-так залезть наверх. Но есть еще второй способ. Второй способ не подразумевает под собой перепрыгивание на второй кран, а придется лезть по вот этой вот поломанной лестнице. Но это, не знаю, может быть более утомительно и требует больше терпения. Но я попробую залезть наверх вторым способом. Если кто-то захочет, можете спокойно на ютубе найти ролики, где показывается первый способ, про который я только что сказал, с использованием второго крана. Но я попробую залезть туда только используя один кран. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и наверху Не знаю, возможно Этот способ, который я показал Кому-то покажется и сложнее Но если приноровиться, то мне показалось, что намного легче Ну и смотрим, что здесь у нас Здесь мы находим этот камень удачи, который нужен для Феннерера Также находим вторую часть рецепта на эмбрион Вульфа Первая у нас уже есть Мы ее находили вот недавно совсем И также здесь находим некий ускоритель Ручной ускоритель Изготовитель неизвестен При помещении на пояс позволяет мгновенно перемещать владельца в пределах территории в направлении взгляда Видимо, разработка не была завершена, ибо функциональность сильно ограничена Работает нестабильно Возможность боя при перемещении, а также не гарантируется попадания в точку взгляда Может перемещать только по земле и только по поверхности, лишенные каких-либо препятствий Активируется нажатием клавиши Как и любая телепортация стоит денег Тариф точно неизвестен, но составляет примерно 1 рубль за каждый метр перемещения Деньги автоматически списываются со счета владельца при каждом перемещении Примечание При помещении на пояс диктивирует встроенную в ПДА владельца функцию возвращателя Хм Так, принести артефакт Фендереру, ну и получаем рецепт на эмбрион Вульфа Так, ну он у меня здесь уже не высвечивается Показывается как просмотрен, просто я уже сейчас без записи сюда залазил и этот рецепт смотрел Эмбрион призрачной химеры бросается в аномалию фонтан Так, ну что ж, хорошо, это нам в будущем понадобится Так, ну а теперь спрыгиваем вниз И надо попробовать этот ускоритель, я еще не знаю как он точно работает Но сейчас попробуем Ну допустим, вместо биорадара Так, нам сейчас нужно двигаться в сторону Скадовска Ну и давайте его повесим на пояс, этот ускоритель Так, и что, если я допустим нажму на кнопку возвращателя Не понял, что произошло Тихо, 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 тихо Что-то, что произошло я не понял Что-то нас куда-то перекинуло А ну-ка Не понимаю Что он пытается сделать А, ну Ха Ну да, там написано, что есть недоработки И написано, что только по ровной местности Так, ну я кажется понял Мы нажимаем На кнопку возвращателя И нас перекидывает Немного вперед Ну вот на ровной местности попробуем Ха-ха, ни черта себе Ё-моё С ума сойти Так, а кстати не пишется Сколько списалось уже со счета У нас Ну сейчас Вот 10 миллионов 809 тысяч 396 10 миллионов 809 366 366 308 Неплохо Интересная штуковина Можно будет пользоваться Так, ну а теперь Бежим На Скадовск О, сколько тут уже народу Пришло Так О, тут Сколько всех Ух ты Сюда и котобегемот И Ариадна Пришли Пришли Анна стоит возле феннерера Да Людма тут стала Так, ну что Давайте, наверное, сразу Отдадим феннереру Артефакт Или сначала надо поговорить С этими красавцами Не знаю Ну давайте, наверное, сразу Поговорим с Ариадной Ты как здесь оказалась? Вот уж не думал тебя здесь увидеть Скотта-бегемотом пришла Посмотреть, что за Людмила у тебя Ничего, симпатичная Глупая Людмила мне просто Друг, ты что, ревнуешь? Вот еще Просто любопытно было Знаешь, я ошибалась Конечно Ты как теперь до отца-то доберешься? Папа уже уехал Я решила здесь остаться Понравилось мне в зоне Люди здесь хорошие Помогают друг другу Ну ты даешь, Ариадна Здесь и вправду Отличная компания собралась В таком случае Я помогу тебе На этом судне Поуютнее каюту найти Я сама выберу Не переживай У себя, наверное, без этого Дел хватает Скадовск Хорошее название Я когда-то отдыхала В этом маленьком Бортовом курортном городишке Красиво там Да, конечно, располагайся Ну а теперь Можем поговорить С Феннером Отдаем ему Этот камень удачи Вот, держи Нашел, что ты просил Отличная штука Спасибо тебе, брат Хотя мне уже гораздо лучше Анна лучше всяких артефактов Меня восстанавливает Вот где настоящее сокровище зоны Но все равно спасибо У меня для тебя Тоже подарок есть Еще до нашей с тобой встречи Мы с Пропером 70 Занимались поисками Звезды Пророка И мне это почти удалось Только вот Проперу 70 Я не успел все рассказать Ну что Есть желание Заиметь себе Столь редкий артефакт? Еще спрашиваешь? Конечно Тогда слушай Помнишь моего Вульфа? Это не просто Вульф Это вожак стаи Найди его Поговори с ним Он раскроет тебе Тайну Звезды Пророка Скорее всего Ты найдешь его там Где мы с ним и познакомились На плато У засохшего дерева Здесь же, на Затоне Ну раз он не простой говорящий Не просто говорящий А еще и в авторитете В таком случае Обязательно надо с ним поговорить А как ты с ним познакомился? Как Маугли? Или как Тарзан? Слышь, знаток литературы Может тебе еще раз Калитку проредить? В прошлый раз-то Сколько зубов Не досчитал? Не лютую фенерирую Настроение просто хорошее Ну так Как? Расскажи Охотники на него охотились Он их конечно порвал Как ту дегрелку Но и его сильно Подранили Я как раз в том районе Лешку искал подходящую Вдруг слышу выстрелы Смотрю в оптику А там вульф От охотника отползает Весь в крови С задней лапы по земле Волочится Ну я пошел поближе Посмотреть Нельзя ли его Охотникам помочь А они Напополам разорваны По всему плато лежат А кто и на дереве Висит Жуткая картина Думаю Ща я эту зверюгу Успокою А он мне человеческим Голосом говорит Если сильный Сильный бьет слабого Это несправедливость А если слабый бьет сильного Это несправедливость И бесчестие Раненого добить легко В равном-то бою Слабо со мной тягаться Короче За живой он меня задел Пощадил я его На скадовск На своем горбу притащил С лекарствами Колмык помог На лапы я его поставил Долго я его лечил А вечерами Когда заняться особо нечем Мы с ним беседовали Много он мне интересного Поведал Многому научил Без его помощи Я бы наверное никогда Не достиг того Чего достиг сейчас Поведал он мне Что когда еще был маленьким Неожиданно для самого себя Обнаружил странную особенность Он понимал Этих загадочных Двуногих тварей Его сородичи ему не верили И смеялись над ним Лишь только мать говорила Что он особен И что он был зачат В ночь красной луны Так они называют Полнолуние Во время выброса И на самом деле Чем он становился старше Тем сильнее Намного сильнее становился От своих сородичей И в конце концов Он стал альфа-самцом Вожаком стаи Те кто раньше над ним Смеялись Теперь перед ним Слоняют голову Хм Да непростой волчар Оказывается Пойду его искать Может меня Меня тоже чем-нибудь Научит Чему-нибудь Хм Ну что ж тогда Милый Давай стрелка На свадьбу пригласим Хм Обязательно пригласим Хм Ничего себе Я думаю Еще они вдвоем стоят Хм Ладно Отправляемся На плато Искать вожака Пришел я сейчас Вот сюда Вот И смотрю В бинокль Там сидит Этот вожак А рядом с ним Еще какой-то Невидимый человек Или кто это Вожак Друг Или Или это так Отображается Потому что Как бы Это мутант И в то же время Это Нам дружественный Персонаж Который разговаривает Не знаю Ну ладно Давайте с ним поговорим Не знаю С чего начать Привет Здравствуй Стрелок Что тебя привело Твой хозяин Сказал что ты сможешь Мне открыть тайну Насчет звезды пророка Может ты себе Когда-нибудь Заведешь хозяина У меня Хозяина нет Фенрер мне Друг Еще одно Несторожное слово И твоим хозяином Стану я Насчет тайны Разговор у нас Получится Только после того Как ты мне Принесешь эмбрион Вульфа У Фенрера он был Не рычи Принесу я тебе эмбрион Принести эмбрион Вульфа Вожаку Хм Ну рецепт у нас есть Эмбрион Вульфа Хорошо Сварим Но Думаю что Уже на этом Эту серию Закончу Сейчас пойду Варить И следующий Уже начну С разговора С этим Вожаком Когда у меня Будет уже Сваренный эмбрион Так что Сейчас всем Спасибо за просмотр С вами был Хьюк Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok